Следующая задача устная. Из книги выпал кусок, первая страница которого имеет номер 328, а номер последней страницы этого куска записан теми же самыми цифрами в каком-то другом порядке. Сколько страниц в выпавшем из книги куске? Я сказал устная? Итак, из книги каким-то способом вырезали просто кусочек, посмотрели, на первой странице написан ее номер 328. Первая цифра может быть или 300, или 8. Почему не может быть двойка? Потому что двойка меньше тройки, а у нас получается меньше сотен. То есть какие варианты? То есть может быть 800 и что-то там, или может быть 300 и что-то там. Дальше. Первая страница была четная. Значит, последняя должна быть нечетная. Единственный вариант это 823. То есть нечетная цифра должна идти в конец, да? А четная должна стать начало. Ну да, вариант выдача. 823. Отлично. Сколько страниц в выпавшем куске? 823. А, это получается надо вычесть и прибавить единицу. Молодец, прибавить единицу. Потому что я же... Из какого числа надо вычесть? Из 823. Из 823 надо вычесть... Надо вычесть 328 и прибавить единицу. Потому что я... Так, сможете вычесть? Слишком... 823 минус 328. Сейчас. Вкусно. 823. Вы потом прибавите единицу, поэтому на самом деле 824. Ну да. 824 минус 328. Так? 804 минус 308. Правильно? 800 минус 304. А, 300. 500 минус 4. 496. 496 чего? Страниц. 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 А теперь вопрос. На самом деле, когда у вас есть книжка, как нумеруются страницы? А, 3 страницы пропускаются. Не страниц в книге. Вот давайте. Вот есть книжка. Смотрим. 8-я страница. Вот эта. 9-я вот эта. Да, потому что там пропускается место, чтобы делилось на 8. Ну, делимость на 8 это сейчас не очень причем, но хотя да, книжка из тетрадок обычно состоит из таких, да? Вот здесь вот даже видно, ну я не знаю, в этой книжке это очень четко видно, что она состоит сшита. Вот видите, видите, вот из таких отдельных тетрадок. Вот одна тетрадка, вот там следующая. Кстати, их тут не так много. Вот вторая тетрадка, третья, четвертая, пятая. На камеру. Не так много. Покажи, корешечки. Их тут 8, по-моему. Просто очень четко видны вот эти тетрадочки. Она просто состоит из отдельных сшитых таких вот. Ну, это, собственно, любая книжка, можно посмотреть. Вот, например, здесь видно, что она состоит из отдельных тетрадок. Вот там следующие тетрадки и так далее. Ладно, неважно. Неважно. То есть, на самом деле, конечно, чуть-чуть перепутали, но ничего страшного. Ничего страшного. В настоящих книжках так не бывает. Кстати, эта проблема с нумерацией подвела не только авторов этой книжки. Слышали? Совершенно замечательная была история с поддельными диссертациями. Нет. Там история была такая. Человек устроился там директором некой школы. Неважно. Там и диссертацию у него и так далее, и так далее. И для того, чтобы доказать, что он большой ученый, он поддельные научные статьи. А чтобы были поддельные научные статьи, что нужно сделать? Нужен поддельный научный журнал. Так вот, и он набрался надлости, и к журналистам вышел с этим самым поддельным научным журналом. Ну, в надежде, что научных журналов много, вот, журналисты сфотографировали сразу, ну, вот, страницы, с которыми он вышел, да, и обратили внимание на то, что, конечно, понять, какой там журнал научный, какой ненаучный, это трудно, для этого нужна научная квалификация. А вот понять, что нумерация страниц там не такая, как в научных журналах, это журналисты смогли сразу. И получается, что человек вышел на пресс-конференцию, будучи абсолютно уверен, что его никто не разоблачит, потому что копаться в, там, названиях научных журналов, это все сложное, хлопотное дело. А его разоблачили просто по нумерации. Понятно? Такая история была.